Я думаю, что если Россия продолжит свою экспансионистскую политику, а именно так можно назвать и не иначе, ту политику, которую проводит сейчас Россия, имперская экспансионистская политика, то дальнейшие санкции, конечно же, вызовут у россиян большое неудовольствие. Я думаю, что сейчас политика Запада состоит в том, чтобы разделить российскую власть и российский народ как раз этими санкциями. Они сейчас бьют по элите. Если они начнут бить еще и по народу, то есть увеличивать градус этих санкций, внутри страны начнет расти недовольство. Наш Кремль думает, что сейчас бушующие в радостных припадках так называемые ватники, как их в интернете называют, а как я их называю, патриоты, которые радостно кричат, что Крым наш. Кремль полагает, что это надолго. Ничего подобного. Это очень эфемерные, очень быстро приходящие настроения. Они испарятся, как сон, как утренний туман. И как только речь пойдет о собственном кармане граждан, они тут же забудут про свои патриотические восторги и про то, что Крым наш, который надо по 20 часов стоять, чтобы туда заехать. И начнут уже проявлять признаки недовольства против существующей власти. Это настолько быстро меняется, что станет, я думаю, неприятным сюрпризом для власти. А как быстро это все меняется в стране, мы видели на примере Украины. Ведь на самом деле Украина-то, ее экономика росла. Ее экономика одно время росла, росла, росла. И только в последние, если мне память не изменяет, год, что ли, даже не упала, а начала стагнировать. Вот этого хватило для того, чтобы спустить лавину. Как только тот же процесс будет происходить в России, это может случиться и в России.